Что думают такие персонажи а-ля Лавров? То есть это ближний круг диктатора. Как мы уже выяснили, опозоренного диктатора, опозоренного Владимира Путина, потому что так его подколоть никто не мог, кроме Шахназарова, который говорит, что телестудия, киностудия передала танки, то есть реквизит. То есть ВВХ до определенного уровня довоевался, и тут внимание. Вот Лавров, он, конечно, гад, негодяй и военный преступник, но он не дурак. И это нужно просто признать и просто зафиксировать. Я его знаю лично, не об этом сейчас речь. Нацист, да, негодяй, да, военный преступник тоже, да. В комментариях можете написать любые описания в отношении, или определения в отношении этого человека. Кто-то может просто написать, конь он, да и все. Но суть от этого не меняет. От того, что он не дурак. И этот конь не дурак, что он говорит? И задача сдерживания Китая выдвинута сейчас еще администрацией Байдена. Я исхожу из того, что она останется приоритетной и для администрации Трампа. Она для них главная. Мы сейчас вот угроза вот сегодняшнего дня. Нельзя допустить, чтобы Россия доказала, что она сильный игрок. Вот, вот, вот. А это уже основание сделать тот вывод, который я давно здесь сделал и давно с вами им поделился. Когда я говорил, что внешняя политика Соединенных Штатов принципиально не поменяется по Украине. Да, Россия временная угроза. Мне кажется, нужно с этой угрозой разобраться. И способы по этому поводу есть. И Лавров тоже вслух говорит, что не будет такого, что вот, сейчас Трамп придет и отдаст Украину фашистской России. Потому что это не в национальных интересах Соединенных Штатов и не в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. Я вам и говорил, и повторюсь. Значит, интересы США и Украины, они практически идентичны в данной войне. В чем различие, значит, американцам по большому счету все равно, с какой стороны останется, ну, условный Покровск или условный, условный, условная Суджа. Они все-таки дальше и на эту ситуацию смотрят в таких, более в обобщенных формах. Для нас важность, конечно же, она очевидна. И чтобы она подорвала репутацию Запада. Им на Украину наплевать. Репутации Запада. Подорвать репутацию Запада можно. А репутация отчасти подорвана. Потому что военно-технические решения принимались с достаточно большим опожданием. Но принимались. И я вот не думаю, что Дональд Трамп захочет подорвать репутацию Запада, то есть Соединенных Штатов. Ну, как бы, просто очевидная вещь. Тут кто-то вдруг посмел возражать. Россия, да, ну ничего, большая страна, но надо ее поставить на место. Вот о чем речь идет. А совсем не о судьбе украинского народа. Их народ не интересует. Вот Зеленский сейчас уже понимает, что на народ им наплевать, уже предложил в своем, так называемом, плане победы, чтобы Запад забрал все природные богатства Украины и владел ими. А Украина будет отправлять полицейских, военнослужащих, чтобы они обеспечивали порядок в Европе. Потому что американцам уже надоело. Это вообще прекрасная тема. Значит, он тут еще сейчас убедительно расскажет про русскоязычных, которым мешают разговаривать на русском языке. И если кто-то им мешает, то в основном там российские авиабомбы, которые на русскоязычных отправляют в рай или ад, ну в зависимости от того, как они нажили. Но факт остается фактом. Значит, что он тут говорит? В плане победы президента Украины, значит, действительно, есть два пункта, адресованные непосредственно Дональду Трампу. Вопрос вам о совместной разработке недр. Это тоже очевидно. Лучше разрабатывать свои недры с американцами, которые принесут и технологии, и, соответственно, построят производство, и заработают над этим. Это тоже понятно. Это в миллион раз лучше, чем если эта территория просто будет захвачена российскими Пи, Лавровым и его командой, то есть Путином и его командой, и все. То есть понятно. А вот эта опция насчет, как сказал Лавров, вот видно, что человек непорядочный, умный, но непорядочный. Как он передергивает? Лучше тут передергивать затворную раму, конечно, при встрече с Сергеем Викторовичем, чтобы он так не врал откровенно. Он говорит, что Украина хочет исполнять полицейские функции в Европе. Но Зеленский же нравится вам или нет. Он же другое предлагал. Он говорил американцам, раз вы устали содержать свои воинские контингенты в Европе, то мы можем вас заменить. А что, армия у нас после обращения к американцам? Вы же все равно оружие нам не даете для того, чтобы мы освободили Крым, а армия у нас всегда будет в боевой готовности. Это тоже очевидно, даже если, если, тут миллион, если фронт будет заморожен на какое-то время. Это вот, ну, понятно. А он говорит, что украинская армия будет полицейским. Не военную миссию выполнять, а полицейскую. Ну, это, знаете, как путать примерно Марию Захарову и Лаврова. Хотя тут большой разницы все-таки нет. Разница между военными функциями полицейскими, она больше. Оставить там какое-то, как имеется в виду, оставить какое-то количество американцев, а потом вот эти вот гауляйтеры, старосты по типу того, что было во время Великой Отечественной Второй мировой войны, они будут выполнять грязную работу и сдерживать протесты, подавлять тех, кто захочет руководствоваться не брюссельской неолиберальной диктаторской догмой, а поиском национальных интересов. Может быть, он стареет, может быть, он устал врать, может, он просто негодяй. Все может быть, кроме того, что ясно, что он нацист. Напоминаю всем, как часто американские военные, размещенные в Европе, принимали участие в подавлении протестов. Никогда. Почему? Потому что это не их функция. Их функция ездить на танках, летать на самолетах, и в случае чего правильно ввести координаты Кремля и резиденции Путина для того, чтобы нанести ракетно-бомбовый удар по российским фашистам. Вот и все. Ну, ничего. То есть мы просто тут этого товарища, как всегда, мы разобрали на запчасти. Конь, разобранный на части. Звать его Сергей Лавров. Ну и ***, Маша где-то рядом. Продолжаем. Почему он негодяй, но не тупой, все понимает? Если сегодня к власти пришел Трамп, в январе этого года вы упомянули, что это не повлияет на политику США на Украине. Вот вы остаетесь при этом мнением? Или все-таки учитываем то, что сейчас происходит назначение администрации президента Трампа, там звучат те кандидатуры и те фамилии, которые не раз упоминали об усталости от Украины, о том, что необходимо прекратить тратить деньги на Украину, ну, вплоть до того, что Трамп говорил о том, что можно и выходить из НАТО. От него и такие звучали сообщения. Как вы оцениваете перспективы урегулированной ситуации украинского вопроса с приходом администрации Трампа сейчас? Отношение принципиальное Вашингтона к украинским делам, да и к европейским делам, не изменится в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все, что происходит вот на околонатовском, естественно, в самом натовском пространстве. А что это значит на практике? Что американское влияние, оно никуда не денется. А чтобы это американское влияние сохранилось, во время войны нужно что? Оружие. Оружие и деньги. Поэтому мы тут должны зафиксировать, что, да, Сергей Лавров, он все-таки конь. Хотите покататься на пони? Некоторые предлагают. А у Вас прям какие-то розовые пони? Никаких не пони, абсолютно все логичные, трезвые пони. Ну, розовые. Ну, розовые. Логичные, трезвые, розовые пони. Хорошо, хоть не голубые. Хватит, хватит, не отвлекайтесь, понимаешь, у Вас это всегда... Залезайте на пони, Геборг. Залезаю, значит, смотрите. Если Вы не против, я не буду уточнять, что ведущие вот этой вот говной программы Ваня имеют в виду под фразой «залезайте на пони». Розовое или голубое пони. У них там отдельное кино по этому поводу, но они в случае чего категорически против. Сами любят кататься, ну, вот там Лаврова приглашают покатать на розовом пони. То есть, мы делаем предварительный вывод, что Америка из Европы не уйдет, военная помощь Украине будет оказана, кадровое назначение, мы про это уже проговорили. Тут есть одно важное обстоятельство, важный нюанс. Ну, это что-то вот взять и серпом по*** Владимиру Путину. Что имеется в виду? Вот почему так получается, что политика России в Европе по отношению к соседям, она настолько идиотична. Ну, кто-то скажет, потому что розовая Япония в Кремле, ну, в смысле, на*** Владимир Путин, но по факту все эти кризисные явления, которые происходят на этом пространстве, Евразия, Европа, Азия, это же все будируются непосредственно мудрой политикой Владимира Ха. Значит, давайте так, для того, чтобы США, последовательно, вот, для того, чтобы США прекратила интересоваться постсоветским пространством и отдала бы постсоветское пространство на откуп России, для этого от политика России в отношении постсоветского пространства должна быть другой. Почему? Я неоднократно говорил о том, что инициатива идет не из Вашингтона, а инициатива идет от самого постсоветского пространства, точно так же, как инициатива шла не из Вашингтона в расширении НАТО. Они просятся к ним, а не Америка их туда затягивает. Вот это вот нужно просто понимать для того, чтобы хоть как-то ориентироваться. Вот если бы вы, Александр Николаевич, извините меня за вульгаризм, не разосрались с нашей этой оппозицией, которая на всякие гранты западные работают... А, конечно, нет. Подождите, вот я... Почему Норкин вспоминает про западные гранты? Ну, это так, чтобы смягчить ситуацию. Потому что в прямом эсфире, ну, понятно, российский зритель и российское население в рамках этого информационного давления и вещания, он этого не поймет. Ну, по факту, только что взяли, взяли тапок, в котором ходили по конюшне, где живут розовые пони. А розовые пони, они какают настоящим говном. И этот тапок, вот так вот, Владимир Уха по лицу, по лицу. Мол, как ты, наш дорогой царь, ну, ты же сам ведешь политику таким образом, что все бегут от России. И касается это, и расширения НАТО на Восток, о чем они там часто возмущаются. Потому что в этих государствах, даже в Венгрии, были люди у власти, которые прекрасно понимали, что если Мишка сейчас немножечко занят собой, там, Кавказом, еще что-то, отстрелом на позиции, там, ликвидацией независимых СМИ, это когда-то закончится. И оно закончилось. А страны вступили в Альянс. Почему? Потому что там элиты смотрели наперед. Наши занимались вот этим вот бредом на тему газ и всякое такое. А там народ сообразил. Вот и все. Но ключевой-то момент здесь какой. Мы тоже уже сообразили, значит, уровень поддержки вступления Украины в Альянс, он уже скоро будет 186%. Шутка. Ну, очень-очень подавляющее большинство. И нас тоже научили кровью, правда, и своей, и нашей собственной, о том, что НАТО лучше. Так это вот то, что мы только что услышали, это приговор внешней политики Владимира Путина. А так оно не работает. Если вы ведете себя как агрессивный ***, почему как? Ну, и эффект будет такой же. Сейчас, понятно, все еще не определено. Будущее вообще редко определено на все 100%. Но факт остается фактом, что сейчас удастся заморозить конфликт. Я считаю, что это маловероятно, если честно. Но, тем не менее, рано или поздно мы их остановим.